Уважаемые друзья, Казанский федеральный университет гостеприимно распахнул свои двери, несмотря на сложную ситуацию эпидемиологическую, хотя для кого она сложная? Ученые работали и работают, и будут работать в любых условиях. Для творчества нет ни границ, ни ограничений. И поэтому искренней благодарность, уважаемые коллеги, те, которые сейчас находятся в этом зале, для тех коллег, которые находятся по ту сторону экрана, присоединены к нам при помощи средств связи. Казанский федеральный университет, как всегда, традиционно в это осеннее время проводит совместно с нашими друзьями, коллегами, партнерами, среди которых не могу не отметить особую роль Института высоковедения Российской Академии Наук, другие крупнейшие научные и образовательные центры страны, и не только России, но и наших замечательных партнеров из самых различных стран ближнего и дальнего зарубежья. Конференция, форум «Исламо-мультикультурный мир» каждый год приобретает новые грани. Мы вобрали в себя большое количество мероприятий, то, что мы называем сессиями, на самом деле это полноценные конференции. Но это сделано все для того, чтобы коллеги могли в максимально благоприятных условиях обсудить все с коллегами. Междисциплинарность налицо, здесь и арабская цивилизация, здесь и тюркская цивилизация, здесь и вопросы, связанные с изучением истории, культуры. Но тема нынешнего форума, она достаточно четко ориентирует нас на современные процессы, на глобальные процессы, которые происходят в мире и связаны прежде всего с вопросами глобальной безопасности, развитием ресурсов самых различных, в том числе человеческого капитала. И, уважаемые коллеги, я попрошу вас чувствовать себя как дома. Я надеюсь, что сама атмосфера предполагает обсуждение дискуссии, и поэтому, собственно, и пленарное заседание сформатировано именно по деловому, по рабочему. Краткая часть приветствий и затем уже развернутые доклады наших уважаемых экспертов, авторитетов. И позвольте начать сегодняшний форум с выражением благодарности академику Российской Академии Наук, научному руководителю Института Востоковедения РАН Виталию Вячеславовичу Наумкину. Вчера в президиуме Академии Наук Республики Торстан состоялась торжественная церемония вручения золотой медали Академии Наук за служение науке, за заслуги в науке, этому выдающемуся ученому, нашему с вами товарищу, благодаря которому, собственно, и формируется школа ориенталистики в России, которая вобрала в себя самые различные точки зрения. Этот замечательный человек, он абсолютно не авторитарный, да, но вместе с тем, я так думаю, очень жестко ставит вопросы, и этот форум не исключение. Тема сформулирована благодаря Виталию Вячеславовичу вам, поэтому надеемся, что вы зададите в своем программном выступлении тон всему нашему форуму. У нас замечательные модераторы, тоже традиционно, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Альбертович Таюрский, и замечательная Анна Алексеевна Беликова, которого вы все прекрасно знаете. Я позволю себе предоставить ей слово с надеждой, что она будет ограничивать таких ораторов, как я, и жестко вести нас с ограничением по регламенту. Спасибо большое, коллеги. Искренне благодарю вас за то, что вы почтили своим присутствием Институт международных отношений, это реклама моего института, и Казанский федеральный университет. Спасибо. Спасибо огромное. И в лице Ромира Велчиха Родина я хочу поблагодарить Казанский федеральный университет и особенно Институт международных отношений, который действительно не просто проводит это мероприятие уже в одиннадцатый раз, а, я бы сказала, служит цели продвижения сотрудничества России с исламским миром вот именно в том формате, как они это мероприятие проводят. Для меня действительно особая честь быть вместе с вами и действительно большая радость, что именно казанцы инициировали создание подобного мероприятия и продолжают его уже на протяжении многих лет. И поэтому, чтобы действительно не задерживать никого и не ограничивать всех остальных спикеров, я с огромным удовольствием и также благодарностью Казанскому федеральному университету передаю слово проректору по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрию Альбертовичу Таюрскому. Уважаемые гости, коллеги, уважаемая Анна Алексеевна, Рамила Равиловича, Виталий Вячеславович, очень рады со стороны Казанского университета видеть вас в стенах Казанского университета, на мониторах Казанского университета тех, кто присутствует онлайн. И, конечно же, передать слова приветствия прежде всего хотел бы от ректора нашего университета Ильша Травкатовича Гафурова, который сейчас находится в отпуске. Что касается Казанского университета и данного форума, то здесь я должен отметить, что Казанский университет, Институт международных отношений Казанского университета следует всем историческим традициям, поскольку еще в 1804 году, когда Александр I подписывал документы об образовании Казанского императорского университета, то в утвердительной грамоте было прямо прописано, ибо Казанский университет должен служить мостом между культурами Запада и Востока. И вот эта историческая роль нашего университета как нельзя более ярко проявляется, это миссия нашего университета в современном обществе, когда мы уже в 11 раз проводим форум «Россия и исламский мир», и сегодня тематика этого форума затрагивает три ключевые позиции – миграция, человеческий капитал и безопасность. Об этих словах можно говорить много, можно говорить мало, но все эти слова входят во все программные документы ЮНЕСКО, и все государства так или иначе озабочены теми проблемами, которые здесь существуют. Единого решения здесь вряд ли сможем найти, и мне кажется, что здесь нужен прежде всего консенсус в понимании тех процессов, которые происходят с тем, чтобы найти правильное, выверенное решение, поскольку крайности существуют, в эти крайности можно впадать, можно миграцию вообще запрещать, можно, наоборот, все открывать, и эти две крайности никогда не приведут, видимо, ни к чему хорошему, нужно в диалектическом единстве решать все эти проблемы. Что касается человеческого капитала, то я должен отметить, Казанский федеральный университет вот только что, буквально неделю назад, получил подтверждение своего участия в программе «Приоритет 2030». Значит, мы подавали по треку «Территориальное лидерство» и попали в первую группу по специальному треку «Территориальное лидерство». А один из стратегических проектов Казанского федерального университета есть как раз развитие человеческого капитала именно в той области, где располагается Казанский университет. Это прежде всего республика, это Арстан и Поволжье, это та мультиконфессиональная, поликультурная общность людей, которая здесь сложилась, и все проблемы, которые сегодня будут обсуждаться, как нельзя более интересны нам с точки зрения развития нашей программы. И я должен заверить, что участие Института международных отношений в этой программе тоже является очень важной опорной точкой, и здесь мы имеем очень большие планы на результативность работы Института, возглавляемого Рамилом Равиловичем Хайрудиновым. Но про безопасность можно тоже много говорить. Сегодня этот вопрос уже выходит за рамки даже, скажем так, планетарного мышления, поскольку сегодня безопасность со всех точек зрения, это и есть уже и цивилизационная безопасность, и те процессы, которые мы сегодня видим, они вроде бы как идут своим чередом, и, например, распространение той же самой коронавирусной инфекции, но это есть тоже вопрос безопасности, который необходимо решать. И здесь, опять же, однозначного решения, как вы видите, пока страны найти не могут. Есть собственные интересы, есть финансовые интересы, есть интересы безопасности самих стран, и так или иначе это все связано с теми потоками миграции, с теми сложившимися культурными общностями на территории различных стран, я имею в виду приятие и неприятие многих положений, скажем, эпидемиологической медицины и так далее. И здесь, конечно же, понимание вопросов безопасности связано с сосуществованием множества конфессий и культур на одной территории в рамках одного правового государства, это есть очень и очень большая проблема. Я не буду занимать ваше время, как сказал Ромен Равилович, что нечего тут долго выступать, разглагольствовать, лучше давайте сразу начнем все обсуждать. Так вот, я предлагаю приступить сразу же к обсуждению, а вам хотел бы пожелать очень творческих, плодотворных дискуссий и приятного время пребывания в лучшем университете Российской Федерации, в одном из лучших городов страны. Спасибо. Спасибо огромное, Дмитрий Альбертович. Я бы сказала, что это не только один из лучших, но это один из самых передовых городов страны, в том числе и по продвижению науки. А я бы хотела передать слово Дамиру Ваисовичу Мухеддинову, первому заместителю председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, для того, чтобы он зачитал приветственное обращение в адрес форума от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Совета муфтиев России, муфтия шейха Равиля Гайнудзина. Досточтимый Виталий Вячеславович, Рамазан Гаджимурадович, уважаемый Дмитрий Альбертович, Рамиль Равилович, уважаемый модератор, позвольте зачитать приветствие муфтия Гайнудзина. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации всего нашего духовенства и себя лично приветствую вас и поздравляю с началом работы, столь важного для отечественного академического сообщества научного события. Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как продолжается и укрепляется тенденция взаимодействия и сотрудничества научного и духовного служения во имя решения общегуманитарных задач. Изучение ислама в качестве одного из основных факторов, влияющих на политические, экономические, социальные, духовные и культурные процессы во многих странах мира, включая Россию, требует не только объективного академического подхода, независимого взгляда извне, но и глубокого внутреннего понимания, осмысленной рефлексии, выражимые компетентными представителями самой религиозной традиции. Именно такой подход был заложен в концепцию форума «Ислам в мультикультурном мире», с организатором которого, Духовное управление мусульман Российской Федерации, уже много лет выступает наравне с другими религиозными, научными и общественными институциями. Хотя на сегодняшний день место ислама и мусульман в российском культурном и духовном ландшафте, а также историческом нарративе нашего государства не вызывает вопросов у большинства образованных людей, надо понимать, что социокультурная мозаика в условиях современного мира не является статичной, но представляет собой подвижную структуру, чья флюидность обусловлена как множеством самобытных этнокультурных традиций, входящих в ее состав, так и сторонними факторами политического, экономического характера, оказывающих влияние на эти традиции и их представителей. Учитывая это, призываю всех присутствующих к добросовестному исследованию данного научного поля как в разрезе глобальных трансграничных процессов, так и в фокусе локальных, национальных и религиозных групп и связанных с ними вопросов, ибо без ясного понимания малого, понимание большого может основываться на ложных предпосылках и вести к неверным выводам. Желаю участникам 11-го международного форума «Ислам в мультикультурном мире» продуктивной работы и дальнейших высоких достижений на пути научного и духовного искания во благо всего человечества. С уважением и добрыми молитвами Муфтишей Храбиль Гайнуддин. Спасибо большое, Дамир Ваисович. Одним из соорганизаторов и тех, кто постоянно поддержит инициативы Казанского федерального университета, является Фонд исламской культуры и образования. Поэтому мне вдвойне приятно передать слово не только человеку, который представляет этот фонд, который действительно всегда с большим энтузиазмом и действительно со всем своим сердцем поддержит все инициативы, которые связывают Россию и сотрудничество России с исламским миром. Итак, Петров Алексей Владимирович, советник директора Фонда исламской культуры, науки и образования. Прошу вас, Дамир Ваисович. Добрый день, уважаемые участники, добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Разрешите, пожалуйста, от лица Фонда поддержки «Исламская культура, науки и образования», лично от директора Фонда Жданова Александра Владимировича передать вам плавенный привет. Пожелать всем участникам плодотворной работы и выразить огромную благодарность за тот вклад, который вы делаете. Вот 11 год подряд уже Международный форум ислам в мультикультурном мире доказывает, насколько проблема ислама стоит не то что остро, но она является самой обсуждаемой, наверное, в мире. И мы видим, какое внимание на сегодняшний день и правительство, и администрация президента Российской Федерации уделяет огромное внимание не только развитию межгосударственного взаимодействия и мультикультурного взаимодействия, но и внутри страны огромное внимание уделяет исламскому образованию. Мы видим, какой прорыв сделан в области исламской теологии. Вот я хотел бы в очередной раз поздравить Дамира Ваисовича с присвоением степени доктора теологии. Это первый доктор в России по исламской теологии, человек, который долгие года ведет большую, проводит большую работу в области и научной деятельности, и образовательной. Мы видим, как происходит взаимодействие и со светскими вузами, и насколько у нас выросли, вот опять же, благодаря Дамир Ваисовичу в области исламского образования наши религиозные вузы, в области той же самой исламской теологии. Хотя у нас на сегодняшний день не все вузы имеют аккредитацию, имеют лицензию на теологическую деятельность. Вот, огромную благодарность я также хотел бы выразить Виталию Вячеславовичу, который своими трудами показывает молодому поколению, насколько ислам интегрирован в наше сообщество, насколько ислам миролюбивая религия, и насколько ислам взаимодействует с традиционными конфессиями в нашей стране и в мире в целом. Ну и, конечно, хотелось бы выразить огромную благодарность Рамиду Равиловичу за то, что их институт проводит большую работу в рамках программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Те проекты, которые реализуются, и тот даже 11-й международный форум свидетельство тому, насколько все мы делаем большую работу для того, чтобы нашу страну представлять в исламском мире на самом высоком традиционном уровне, чтобы мы могли показать всему миру, насколько ислам – это миролюбивая религия, и она может жить и существовать с традиционными религиями и конфессиями, которые есть в нашей стране. Желаю всем участникам сегодняшнего форума плодотворной работы и будем надеяться, что резолюция форума будет носить практичный характер, в рамках которого мы сможем дальше уже реализовывать наши глобальные стратегические задачи и ставить перед собой цели, которые, в принципе, несут только самые плодотворные действия. Большое спасибо, коллеги, за внимание. Я передаю слово одному из главных представителей того стержня, на которой нанизывается вся деятельность Казань-саммита, а именно речь идет об агентстве институционного развития Республики Татарстан. Итак, заместитель руководителя этой организации Епифанцева Марина Геннадьевна. Добрый день, уважаемые участники форума, КФУ, как всегда, большое спасибо за то, что приглашаете нас, приветствую вас от правительства Республики Татарстан. Очень важно, чтобы мы все вместе двигались, как мы это всегда делали, со стороны правительства, со стороны нашей научной поддержки и со стороны нашей конфессиональной поддержки. Только это нам помогает все вместе двигаться и достигать тех успехов, которые мы достигаем на сегодняшний день. 12-й раз в этом году мы провели Казань-саммит России и исламский мир. Вы знаете, 20-й год был пропущен, но не намного меньше к нам приехало участников, всего лишь на 200 человек меньше по сравнению с 2019 годом. Ненамного меньше стран участвовало, то есть 64, а не 72, как в 2019 году. Но мы не гонимся за количеством, как обычно, а самое главное для нас это качество. И каждый раз, каждый год мы подбираем интересную какую-то тему, на которую можно поговорить с теми, кто участвует в нашем форуме. И в этом году тема была осознанное потребление. Нам, как организаторам, агентство является секретарем организации форума Казань-саммит, интересно всегда самим прорабатывать тематики, на которые мы организуем форум. Ваша тема этого года тоже очень интересна. В продолжении можно будет, например, и ей заняться в следующем году на нашем саммите. Почему я говорю, что интересно? Мы обращаемся обязательно к опыту, который на сегодняшний день есть. И, естественно, приглашаем людей для его обсуждения. Лично я участвовала в подготовке материалов саммита и с удивлением обнаружила, что оказывается осознанное потребление в арабских странах, у мусульман и у западной цивилизации отличаются даже сами понятия. Это было очень интересное для меня открытие. И, вы знаете, в какой-то момент я просто решила проверить. Даже не было, как сказать, нужно, я понимаю, очень нужно нам до проведения таких форумов обязательно консультироваться, потому что очень велика вероятность ошибки. Когда мы подготовили материалы, я начала их читать, я поняла, что мои коллеги все просто перенесли западные стандарты по осознанному потреблению, да, вы говорили о повестке 2030, давайте я сейчас образно, да, там меньше пластика, больше органики и так далее, да. У меня закралось на тот момент сомнение, что может быть что-то по-другому происходит в исламском мире, да, и я начала эту тему изучать. Для меня тоже будет уроком, что заранее, наверное, надо консультироваться с научным сообществом на эту тему, да, потому что от нас, от тех, кто готовит материалы, от тех, кто общается с участниками форума, зависит, что мы получим в итоге. И вот эта вероятность ошибки, она очень велика, когда мы готовим тематики для выступлений для руководства нашей республики, да, когда мы общаемся с теми, кто к нам приехал, и в тот момент нашла научные труды, к сожалению, не на русском еще языке, видимо, до этой темы мы, может быть, не дошли, да, вот тоже вам предлагаю как бы обратить на нее внимание, нашла на английском языке, и там было сказано о том, что в исламском мире осознанное потребление – это когда, цитирую, мусульманин каждый момент решает, насколько он, так скажем, много и качественно потребляет. То есть это не должно быть излишне, и это не должно быть меньше, чем требуется для обеспечения здоровья и благополучия его близких. Очень интересный это был момент, да, и когда мы вот эти материалы все готовили, понятно, что потом в сухом остатке остаются тезисы наших руководителей, да, которые на какие-то другие моменты больше обращают внимание. Естественно, у нас экономический форум, естественно, там идут цифры, там идет товарооборот и все остальные вещи. И каково было мое удивление, когда выступает, соответственно, представитель Турции, министр, и как раз говорит на эту же тему, как раз то же самое, что мы изучили. И вот представляете, да, каково облегчение, да, того, что мы в повестке. Те материалы, которые мы подготовили, люди прочитали, они уже были, по крайней мере, готовы услышать то, что он сказал, да, и дальше это обсуждать. Это совершенно задает новое направление, да, то есть это в итоге выливается в конкретные цифры того, какой товарооборот мы можем предложить, какую продукцию мы можем предложить. Вот я, наше уважаемое научное сообщество, призываю нас по этому направлению поддерживать. И я посмотрела программу вашего форума, она многодневная. Я представляю, каких объемов будут научные труды. В общении с нами, наверное, надо переходить на уровень популярных каких-то предложений и идей, да, каких-то тезисов, которые мы можем получать от вас в виде, может быть, презентации. Мы можем приглашать вас на какие-то дискуссии, в которых вы сможете нам предложить видение современности и куда мы двигаемся, как мы общаемся с нашими зарубежными партнерами. Вот это очень важный момент. И в преддверии следующего года важнейшего, я очень рада, что мне выпала сейчас честь еще раз напомнить нам всем, что в следующем году 1100 лет принятия ислама в Республике Татарстан. 21 мая мы будем отмечать это грандиознейшее событие. Нам обязательно нужна будет ваша поддержка, помощь в том, как нам общаться с теми людьми, с гостями, которые к нам приедут из исламского мира, я уверена, со всех уголков просто планеты. И когда мы делаем презентации, вот на сегодняшний день, к примеру, вы знаете, что в агентстве находится единый презентационный центр Республики Татарстан. Гостей, которые приезжают в Республику, приглашают его посетить. И там мы даем информацию, может быть, она недостаточно. Мы будем очень рады вашей экспертизе. Мы говорим о Болгаре, конечно же, как о памятнике наследия ЮНЕСКО. Мы говорим о том, что в Болгаре находится самый большой Коран в мире. Для того, чтобы отвечать на вопрос, а какой это Коран, а почему не в Саудовской Аравии и так далее, я лично читала интернет. То есть это какая-то Википедия, это какие-то источники, которые я смогла найти. И в этом году я сама лично по собственной инициативе поехала в Болгар, чтобы посмотреть наконец-то на это место и самой знать, что мы продвигаем, когда к нам приезжают гости. Я надеюсь, месседж нас донесла. Еще раз вам большое спасибо за приглашение. И мы очень ждем ваших инициатив в том, как помочь нам общаться с исламским миром. Спасибо большое. Я очень благодарна Марине Геннадьевне за такое и конструктивное, и на самом деле очень своевременное выступление, потому что мы в дискуссии с Ромиром Аверовичем еще, наверное, несколько месяцев назад обсуждали идею вообще именно научного присутствия, в том числе на Казань-саммите. Ну, конечно, время на тот момент уже было весьма ограниченное при подготовке. Но тем не менее, я помню, что даже у нас родился такой бренд «Казань-саммит Уни», например. И я помню, что как раз и обсуждали эту тему. Ромир Аверович говорил, смотрите, у нас и наумкинская кафедра же сейчас есть. Мы совершенно уникальными ресурсами располагаем. И я думаю, что он действительно не то, что никогда не откажется, он всегда подключится к любому мероприятию. Не знаю, как он успевает их все проводить, но тем не менее, он подключится. А кроме того, вы знаете, это очень важно, что вы вспомнили о тысячестолетии принятия ислама в Волжской Булгарии на государственном уровне, потому что нам тоже есть чем гордиться. Мне, например, кажется, ну вот где-то нужно сказать и хватит исключительно восхищаться достижениями других цивилизаций. Как бы это важно и нужно уважать других. Но нам есть чем гордиться самим. И нам есть о чем вспомнить и о Марджани, и о Расулеве. И не просто так вспомнить, а вспомнить для того, чтобы затронуть как раз одну из... Я буквально на минуточку, Марья Геннадьевна, я хочу вас не только поблагодарить. Вы действительно наш надежный партнер и представляете не только власть, но и заинтересованные мнения, которые существуют вот сейчас и в правительстве, и в органах управления. Мне кажется, мы постепенно научились слушать друг друга и слышать друг друга. И, конечно же, по итогам нашего форума подготовлены будут, и они уже сейчас намечаются, аналитические записки, презентационные материалы, которые будут предложены как вариант для дальнейшего развития не только представления о науке форуме, но и мы готовы вести, продолжать сопровождать научное сопровождение, организационное сопровождение всех мероприятий в Республике Татарстан, которые так или иначе связаны с исламским миром, с европейской цивилизацией, с международным в целом сообществом. Здесь роль науки достаточно велика. Осталось только действительно научиться найти тот баланс, когда мы нужны вам, а вы нужны науке. Я думаю, с каждым годом эта связь все теснее и теснее. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо огромное за очень важное дополнение. И я бы хотела просто продолжить, что нам действительно есть чем гордиться, и об этом нужно помнить, в том числе и для того, чтобы одно из направлений сотрудничества с исламским миром в целом продвигать. Мы говорили, что спектр достаточно широкий. Это экономика, это образование. Но образование на самом деле начинается достаточно рано. И в том числе образование для того, чтобы противостоять каким-то радикальным идеям, тоже должно начинаться достаточно рано. Именно поэтому мне очень приятно, что одной из главных под тем нынешнего мероприятия является как раз именно противодействие распространения идеологии экстремизма. Как бы часто и много мы об этом не говорили и не встречались по этому поводу, мне кажется, этого будет мало до тех пор, пока мы наконец-то не выйдем на то, что самое главное — это даже не противодействие, а именно профилактика этого явления. И как правильно замечено нашими организаторами, которые формулировали тему, именно идеологическое противостояние. На этом поле уже давно действуют наши эксперты и практически занимаются, реализуются многих проектов на пересечении и теоретической, и практической сфер. И поэтому мне очень приятно передать слово директору Центра исламовеческих исследований Академии наук Республики Татарстан Патееву Ринату Файковичу. Большое спасибо, Анна Алексеевна, большое спасибо представителям Казанского федерального университета. Вчера, когда мы Виталия Вячеславовича награждали наградой нашей Академии наук, мы сразу говорили, мы вообще-то себя не отделяем от университета и от Академии наук, потому что у меня значительная часть сотрудников — это те люди, которые выпускались из университета, это те люди, которые продолжают работать в университете. Поэтому мне действительно приятно за это приглашение. Я себя здесь не чувствую гостем, ни грамма. И вот в продолжение затронутого темы современных процессов мусульманских сообществ, мне хотелось бы высказать несколько таких своих собственных суждений. Сегодня дело в том, что проходят достаточно глубинные сдвиги не только в идеологии, как Вы правильно сказали, но и в мировоззрении. А мировоззрение от идеологии всё же отличается. Там есть споры давние по этому поводу. И если идеология рефлексивна, осознанна людьми, то мировоззрение очень часто не осознаётся просто на уровне обыденной рефлексии, а исследуется уже другими. Там не работают политологические подходы, иногда нельзя просто какими-то механистическими методами анализировать доктрины, чтобы понять суть вот этих глубинных моментов. И нужны, безусловно, новые парадигмы, новые подходы в анализы современных, в том числе социально-психологических методов и явлений. Потому что мировоззренческие трансформации, они неуловимы, и мусульманское сообщество не может жить вне этих процессов, этих глобальных сдвигов, которые мы сегодня наблюдаем. Допустим, вот Вы, Марина Геннадьевна, интересную тему потребительства задела. Оно действительно так и интересно. Всё наше мусульманское сообщество сегодня погружено в значительной степени в мир капиталистического употребления, буржуазного образа жизни, комфортного, гедонистичного. И некоторые из учёных задаются таким нетривиальным вопросом. А как, допустим, связан джихадизм и потребительство? И говорят, отвечает, в частности, Сергей Чудинов, он говорит, а Вы знаете, не форма ли это отсроченного гедонизма? И не отражает ли это определённую форму потребительской культуры и потребительского отношения к религии? Я пошёл, взял, нажал на кнопку «Шахида», взорвался, очутился в раю среди гурий, потребляя явство и так далее. И вопрос это, в общем-то, звучит достаточно нетривиально. Иногда мы это просто такие рефлексы на обыденном уровне просто не работают. И, допустим, другой момент, живёт ли это современное мусульманское сообщество вне контекстов распространения, допустим, культуры насилия? И тот радикализм, который мы обсуждаем, это неверная интерпретация ислама. Наверное, так, но это ещё и часть современной культуры насилия, которое в каких-то определённых медийных форматах обрушивается на головы верующих, которые смотрят эти видеофильмы. Сейчас я уже сам видел, как в пропаганде используются ролики, где террористические акты записываются с помощью квадрокоптеров, они наполнены какими-то медийными эффектами. И в этом отношении, конечно, вот эта эклектика современной культуры насилия, современной культуры потребления, она, конечно, в общем-то, задаёт нам целую часть нетривиальных вопросов, на которые, я надеюсь, мы в результаты наших дискуссий тоже будем отвечать. Большое спасибо. Всем удачной работы на этом форуме. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Ринат Файкович. И на самом деле, факт остается фактом. Такие два, казалось бы, совершенно несовместимых понятия, как культура и насилие, оказывается, могут в нынешнем, в нашем вообще образе восприятия мира, могут объединяться и причём ещё формировать совершенно новое явление. И мне очень приятно, что именно в Казанском федеральном университете ведутся иногда удивительно интересные, ну и, как вы сказали, и у тех, кто не отделяет себя от университета, и в академии наук в том числе, и достаточно передовые, я бы сказала, исследования, которые посвящены в том числе и теме конфликтологии, и теме вообще зарождения современных конфликтов как таковых. И не так давно, но, тем не менее, с огромным удовольствием мне удалось познакомиться с Андреем Георгиевичем Большаковым. И я поэтому передаю ему слово, потому что это человек, который является специалистом, на мой взгляд, одним из лучших специалистов в сфере, обозначенной мной ранее. Итак, директор научных программ Института исследований Центральной Азии, заведующий кафедрой конфликтологии Казанского федерального университета Андрей Георгиевич Большаков. Анна Алексеевна, спасибо за столь лестное представление. Приветствую всех участников столь знаменательного форума, который проходит в Казани уже одиннадцатый раз и предполагается, что будет проходить в течение целого ряда дней. И я желаю, конечно, всем успешной работы, и задач на этом форуме много, и надеюсь, что они будут все успешно решены. Значит, буквально несколько слов хотел сказать о той структуре, которую я представляю сегодняшним выступлением. Это наше ОНО, Институт исследований Центральной Азии. Многие коллеги, которые здесь присутствуют, с нами взаимодействуют. Мы всегда рады их приветствовать, всегда надеемся о том, что появятся новые наши замечательные коллеги. Могу сказать, что говорить о длинной истории данной структуры не приходится. Она возникла в девятнадцатом году, и сейчас нам два с половиной года. То есть такой возраст достаточно младенческий. Идея всего проекта принадлежит директору Института международных отношений Хавердинова Рамиле Равиловичу, который, собственно, нас и возглавляет в этой деятельности. Я бы также отметил большую роль исполнительного директора Сафина Маратфатовича. Ну и, собственно, моя должность была уже зафиксирована Анна Алексеевна. Не буду на этом останавливаться. Я бы остановился на направлениях деятельности. Ну, прежде всего, мы проводим мероприятия. Если так посчитать, что частота — это один раз в месяц обязательно проводит наше ОНО мероприятие. И эти мероприятия, они очень многообразны. Я не буду перечислять ту тематику, которую мы рассмотрели за два с половиной года. Наверное, одно перечисление займет половину вот этого вот формата открытия нашего форума, потому что тематика действительно очень многообразная, и в ней существуют различные аспекты. Это круглые столы, это семинары, это конференции, это секции на крупных мероприятиях, как вот данный форум. И, соответственно, часто мы проводим эти мероприятия в дистантной и гибридной форме, но это сегодня дань времени. К сожалению, ковид никуда не девается, и поэтому и в странах Центральной Азии это актуально, и у нас, и в тех государствах, которые подключаются к нам для ведения дискуссий. Второй момент, который мне хотелось бы отметить, это очень большая работа по формированию пула экспертов. Понятно, что она не стоит на месте, что нет какого-то списка, который вот раз навсегда утвержден, и, соответственно, мы им исключительно пользуемся. Пул экспертов обновляется, мы этому очень рады, и эксперты у нас очень разнообразны. Это и представители, безусловно, Казани, это и представители ряда российских регионов, это Москва, Санкт-Петербург, безусловно, как Центры научной мысли в нашей стране, крупнейшие центры, в том числе и мирового значения, представители стран Центральной Азии, представители других зарубежных стран. Ну и проведение экспертизы по ряду вопросов, связанной с деятельностью государств Центральной Азии, в том числе и исламоведческие экспертизы, это одна из наших важнейших задач. Третий момент, это публикации. Создан собственный журнал, выходит четыре номера в год, журнал Центрально-Азиатских и европейских исследований. Милости просим, прошу всех в нем публиковаться, иметь в виду. Я надеюсь, что со временем журнал приобретет необходимую ему такую академичность и, соответственно, станет известен не только в узких кругах, те, кто занимается непосредственно странами Центральной Азии. Кроме этого, у нас были различные разовые мероприятия и проекты. Например, мы выпускали специальный доклад «Таджикистан-2020». В 2020 году было это сделано, что явствует из названия. Доклад четырех ученых, два из них представляли Российскую Федерацию и двое представляли Республику Таджикистан. Это достаточно актуализированные прикладные вещи, и, на мой взгляд, мы эту тематику тоже будем продолжать. И, естественно, эти доклады могут быть и по другим государствам Центральной Азии. Но я здесь, наверное, лекции читать не буду. Думаю, многие коллеги представляют, что Центральную Азию можно в таком традиционном советском понимании рассматривать, когда мы рассматриваем как сотрудничество пяти государств. А можно, соответственно, воспринимать различные американские, китайские концепции, когда Центральная Азия или Большая Центральная Азия трактуется совершенно по-другому. И важны такие государства, как Афганистан, Монголия, Индия, Пакистан и так далее. Поэтому можно и расширить нам, безусловно, в таком толковании. Я бы сказал, что важным для нас является участие в различных проектах и грантовых программах, в частности, в программе президентских грантов. Очень часто это гранты на проведение мероприятий. И, соответственно, мы здесь не зацикливаемся, опять же, территории, скажем, Центральной Азии. Для нас имеет очень важное значение такое государство, как Азербайджан. По нему мы тоже проводили мероприятия, опять же, с теми коллегами, которые здесь присутствуют и знают нюансы этого проекта. Взаимодействие с органами власти, стран Центральной Азии, общественными организациями это еще одно из важнейших направлений. Здесь есть различные встречи с послами, консулами, представителями этих государств. Наши коллеги ездят в качестве наблюдателей на выборы в этих государств. Я, в частности, должен в этом месяце отправиться в Узбекистан, там выборы президента. Мне кажется, это очень почетная миссия. Я вот очень рад тому, что, значит, именно мне ее доверили, потому что у нас всегда почему-то в приоритете стояли там какие-то западные государства и так далее. На мой взгляд, вот это именно наши друзья, коллеги, которые проживают в странах Центральной Азии. Надеюсь, что с выборами у них будет все четко, стабильно, тихо и спокойно. И все, естественно, будет делаться исключительно по закону, как это и делается. И, значит, еще один момент, который я бы хотел отметить, сказать, что среди крупных проектов, которые должны быть реализованы, это создание единого централизованного экспертного совета с центром в Казани. Ряд наших участников такую идею предлагали. И второй момент – это создание Центрально-Азиатского дискуссионного клуба наподобие Валдая, сразу подчеркиваю, ни в коем случае никак альтернатива какая-то. Это предложили сами участники стран Центральной Азии, сказав, что для них Татарстан имеет решающее значение при сотрудничестве с Российской Федерацией. И поэтому, если центр будет в Казани, то это тоже очень многих устроит. И обсуждать проблемы именно стран Центральной Азии, взаимодействия с Российской Федерацией, может быть, сотрудничество на региональном уровне, которое тоже и возможно, и практикуется, и достаточно интересно, в том числе и с научной точки зрения, поскольку мы прежде всего такая академическая структура. Ну и в конце я скажу, что у нас есть сайт. Пожалуйста, заходите на этот сайт. Там представлена вся необходимая информация. Я призываю всех к сотрудничеству. Любые проекты, которые вы предложите, будут нами рассмотрены, я думаю, поддержаны. Поэтому всем огромное спасибо, что вы сегодня здесь, на форуме. Давайте сотрудничайте дальше. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Георгиевич. С вами не только всегда очень удобно, на самом деле, комфортно проводить мероприятия, но и с вами приятно в каждом мероприятии участвовать, потому что такое ощущение, вы как будто знаете то, что мне хотелось бы сказать. И поэтому мне очень приятно, что вы действительно отметили проблему, реальную проблему, это создание пула экспертов. Но в то же время принесли проблему, принесли решение. То есть вы как раз предлагаете варианты, как решить этот вопрос и как создать действительно экспертный клуб, дискуссионный клуб, который бы позволял нам этот вопрос решить. А я бы хотела перейти к нашей условно второй части, к части докладов, вот как раз именно от этой темы. Дело в том, что в какой-то момент экспертное сообщество в нашей стране оказалось весьма в затруднительном положении. Не только никто не прислушивался к мнению экспертного сообщества, но и оно само по себе было весьма разрозненно, и я бы более того сказала, не весьма компетентно выглядело. Хотя, может быть, и были среди экспертного сообщества достаточно уважаемые представители. И, как всегда, в самый сложный момент, как мне кажется, вот человек, о котором я хотела бы сейчас сказать, взял образы правления в свои руки. То есть если он видит, вот как я, например, наблюдаю его деятельность, его, я бы сказала, творчество, потому что наука, мне кажется, это в какой-то степени творчество. Так вот, когда он видит, что существует какая-то проблема, и я помню, что я подходила к нему с какими-то проблемами, вот он всегда очень мягко и очень деликатно мне говорил, ну давайте не будем критиковать, а давайте попробуем решить или предложить какое-то решение. И вот этот человек задал, о котором я сейчас хочу сказать, задал моду, я бы даже сказала в кавычках, да, некую тенденцию того, чтобы к экспертному сообществу прислушивались и принимали мнение экспертов во внимание не только на каком-то узком треке, не только в узкой сфере, но и в целом на международной политической арене. И я уверена, что достаточно скоро в учебных пособиях по урегулированию конфликтов на международной арене войдет фигура ученого-медиатора, ученого-дипломата. И для меня, вот, безусловно, человеком-символом в этом плане является Виталий Вячеславович Наумкин. И поэтому я хочу ему передать именно слово с огромными словами поздравления за получение вчера медали от Академии наук, за достижение в науке. Но я бы еще со временем создала специальную медаль за достижение вообще в улучшении мира в целом, мира и как планеты, и мира как состояние перемирия. На самом деле за достижение мира мы во многом обязаны ему, между прочим, не только в конкретных странах, но и в том числе и в научном сообществе. Итак, научный руководитель Института Востоковедения Российской Академии наук, Академии КРАН. Я не буду перечислять все титулы, я просто скажу. Виталий Вячеславович Наумкин это бренд. Итак, две умы современного мира. Прошу, Виталий Вячеславович, мы переходим к докладу. Уважаемый Равиль Рамилович, уважаемые коллеги, гости, всех не буду перечислять, очень почетных гостей и участников. Я бы хотел поблагодарить, прежде всего, вас за организацию такую замечательную этого форума и за приглашение, за предоставление возможности участвовать в нем. И ничего удивительного нет, что именно Казань, которая является колыбелью отечественного востоковедения, превратилась в КФУ, в главную, в общем-то, площадку тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем. Я считаю, что мы, несмотря на весь наш некоторый снобизм москвичей, можем, как востоковеды, это только приветствовать. Я очень, честно говоря, за вас рад и рад, что мы сотрудничаем. Я хочу перейти прямо к той проблеме, которая заложена у вас в самом названии, где там есть иммиграция и ислам и все ключевые слова, как принято теперь говорить. И поскольку все это, если собрать вместе, то надо выделить какие-то основные компоненты этой проблемы. И я их, в общем, нашел вот в одной из своих статей, которые я готовлю еще только к публикации, и где я, в общем, размышляю, как и уже в первоопубликованных статьях, и в одной из лекций, которые я здесь читал в университете, вот понятие, связанное с мусульманской умой. Но я буду говорить сегодня о двух умах, это вызывает вопрос некоторый. Но прямо перехожу к делу. Ну, термин, надо сказать, уникальный, потому что в арабском богатом лексемами языке, в арабском литературном языке, слов, как все знают, арабиста очень много. Вот редко, что одним словом обозначаются два пересекающиеся понятия, фактически. Но если знать историю слова, термина умма, то ничего парадоксального нет в том, что он относится одновременно и к общине мусульман, которые включают в себя не арабов, все знают, что это не только арабов, понятно, и с другой стороны к сообществу только арабов, которые включают в себя и не мусульман, а их христиан, в первую очередь. И именно это обстоятельство, оно является причиной некоторой путаницы, которая иногда возникает при употреблении и описании этих двух понятий. Надо сказать, что принято считать, что изначально термин умма применялся и применяется для обозначения именно мусульманских общин. Это не совсем так. Надо сказать, что некоторые современные арабские политологи считают, что арабские националисты только впервые стали использовать этот термин умма, то есть нация, община, ну все знают, что такое умма, применительно к сообществу арабов, а не мусульман, как это было до них. Есть такая точка зрения. Это тоже неправильно, поскольку пророк Мухаммад в начальный мекканский период своего пророчества рассматривал своих собратьев как закрытую умму. Но поначалу, не найдя массовой поддержки в Медине, как здесь знают многие уважаемые гости, особенно уважаемый Дамир Хазрат, и уйдя в Медину, стал поначалу понимать ее как сообщество только мединцев, в том числе и не мусульман, что свидетельствовал о политическом измерении этого понятия уже в то время. И только когда он укрепился, он стал исключать из умы тех мединцев, в первую очередь иудейские племена, которые еще не обратились в ислам. И теперь это была уже община только мусульман. Иначе говорят, только через несколько лет умма арабов трансформировалась в умму мусульман, то есть мусульманскую умму. А через 12 веков вновь возникло понимание уммы как сообщество арабов, то есть умма арабия, арабская умма, арабская нация, по которой до сих пор идет спор среди наших арабских друзей. Одна она или их несколько, или их много. И что формируется? Уммы национальные, страновые, или умма одна, которая развалилась по определенным причинам, но надо ее собирать. Но арабские националисты, которые являются сторонниками светской концепции уммы, они всегда считали и продолжают считать, что арабы существовали задолго до ислама и будут существовать и в будущем, даже в том невероятном вроде бы случае, если вдруг перестанут быть мусульманами. Они все равно будут членами некой уммы. Ну, если мы вообще посмотрим на некие, так сказать, вещи, связанные с тем, ну а если говорить все-таки об исламской умме, ну а что тут? Там интересного есть. Но я уже повторяю, не хочу повторять то, что я уже говорил раньше здесь, ну не конкретно в этом зале, а может быть других, что есть очень интересные вещи, которые как-то при обсуждении исламской уммы, проблем мусульманской уммы забываются, намеренно забываются, потому что, например, ну как-то не принято обсуждать, что умма может быть и относиться к животным, сообществу животных. Иначе говоря, в толковых словарях арабски сказано, всякий вид животного умма. А в Коране говорится, нет ни одного животного на земле и птицы, летающие на крыльях, чтобы они не были уммой, подобной вам. А в хадисах вообще говорится невероятно, говорится, если бы собаки не были уммой, как и все остальные, я бы повелел убивать их. Собак не надо убивать, потому что это умма. И говорится, муравьи умма из умм, даже перевести трудно, что это сообщество из сообщества. Я не буду дальше продолжать на эту тему. Я помню, что одному саудовскому салафиту я как-то рассказывал все, что я знаю по этому поводу. Он так глазами меня уже убивал, как того самого муравья, на которого нужно наступить. Но потом сдался, все-таки, можно сказать, было нечего. Но я все-таки, если вернуться к священному Корану, то надо сказать, что там тоже многозначие есть по употреблению этого слова. Если отбросить в сторону, конечно, такой случай крайний, когда мы говорим о животных. Я вообще не хочу на это зацикливаться. Ну что там, много значений этого термина. Но в одном он употребляется как по-арабски умма туль вакту аятах. То есть умма времени и срока в нескольких аятах. То есть есть еще там умма маадуда, что переводится как определенное поколение. Есть умма таль имам, что означает умма имама, то есть там предстоятеля. Или воистину Ибрагим был вождем покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из единобожников. То есть это тоже, так сказать, своеобразное очень значение. Или когда умма обозначает следуемый путь. Это в суре Азохров украшение. Они сказали, воистину мы нашли своих отцов на этом пути. Аля умма. А иногда просто означает группу людей. Я тоже не хочу долго говорить об этом, что тут можно много примеров привести, но совершенно очевидно, что речь должна идти не только о мусульманской умме. Но я хочу здесь немножко затронуть вопрос о том понятии светских националистов, которые они вложили уже в то, с чем пришли арабские националисты. И то, что легло в основу идеологии таких движений, как, скажем, движение арабских националистов или насыризм, или баосизм. Здесь у нас есть наш друг и коллега Аля Аль-Ахмад, который приехал из Сирии. Он хорошо знает, что такое лозунг «Единая арабская нация», «Ума арабия вахида». И о чем сегодня некоторые наши политологи любят писать, что вот я в историю не буду вдаваться. Наверное, все знают, что это такое было, когда был период взлета арабского национализма. Вот эти три движения главные арабские, некоторые другие, и Алжир, и другие страны, когда они были суперпопулярны. Потому что считалось, что арабы – это одна нация. Когда они создадут одно государство, мы знаем примеры попыток создания единого государства, они не получились, провалились. Вот тогда арабское сообщество будет действительно очень сильным. и решит задачи превращения арабской вот этой единой нации в мощную международную силу. Ну вот этого не получилось, и арабский национализм как бы уступил. Считают, что он уступил исламизму в разных его формах, в том числе в радикальной, о которой я здесь не буду говорить. Здесь уже очень хорошо было сказано нашим коллегой. Кстати сказать, отвлекусь и скажу, что Ренат Файкович ведет очень интересную работу. Я познакомился с вашей книжкой, считаю, что это потрясающе интересно то, что вы делаете. Еще раз, лишний раз только можно сделать комплименты вашему институту и вообще тому, что вы делаете. И вот то, что Андрей Георгиевич возглавляет. Я считаю, что эти направления, они, в общем, пример, которому и Москве надо следовать. Понимаете, вообще много чего делать. Кстати сказать, еще раз немножко отвлекусь по вопросу о потреблении. Вот Марина Геннадьевна очень интересно рассказала вот об этом концепции, которая легла в основу саммита. Но у нас вот недавно была Ассамблея Совета по внешней оборонной политике, и там возник вопрос о другой интерпретации того, о чем вы говорили, что выразилась в концепции ограничения потребления. Такой тезис, который навязывается нам радикально-либеральными идеологами Запада. Я считаю, что при всем при том, что абсолютно согласен со всем, что здесь все было сказано, но понимаете, какой-нибудь наш российский дедушка, у которого в доме нету газа, и за водой он утром ходит там, ковыляет на колонке, ему, конечно, не до гурии. Может, гурии вызывают у него вдохновение некоторые. Но я думаю, что наша задача состоит в совершенно другом, в том, чтобы обеспечить потребление. Понимаете? Я очень рад, что наш президент вот в последнем выступлении сказал, что наша задача повысить уровень благосостояния граждан. Понимаете? А не ограничивать его, как хотели бы некоторые люди, которые давно уже свое личное потребление удовлетворили, и теперь хотели бы, чтобы все на этом уровне остановились и никогда до них вообще не дошли. Ну так вот, сегодня говорят о том, что якобы арабский национализм, он уже умер, и что-то должно прийти другое. Но я хочу сказать вам, что на эту тему я как раз опубликую статью в шестом номере этого года в журнале «Полис», поэтому призываю познакомиться, там некоторые мои собственные мысли по этому поводу. Я считаю, что рано хоронить арабский национализм. Он сегодня вновь, по-моему, поднимается из руин, хотя, конечно, там есть жесткая настроенность против вот этих вот тезисов. И вот на одной из дискуссий, в которой я недавно участвовал посол Объединенных Арабских Эмиратов в США, Юсуф Аль-Атейба, сказал, что значит, опыт Нассера, он говорил о насыризме, как пример арабского национализма, как раз там термин «умма» это был вообще супер тезис, и он говорит, опыт Нассера полностью провалился, мы до сих пор платим цену за его панорабизм. От того времени остались только плохие воспоминания. Но надо сказать, что из всех попыток националистов действительно возглавить движение арабов и в Египте, и в Ираке они действительно потерпели неудачу. Единственная страна, которая сегодня продолжает этот опыт, это Сирия. И поэтому надо, конечно, размышлять о том, не только все время говорить о тех проблемах, которые там есть, но размышлять о том, что, наверное, стоит подумать о том, почему популярность вот этих вот идей, она, несмотря на то, что там есть тоже эволюция, так сказать, этого понятия. Почему этот опыт до сих пор продолжается, почему есть его сторонники, в чем устойчивость этого опыта, я думаю, что тут есть о чем поразмыслить именно ученым и посмотреть на соотношение вот этих вот понятий между тем, что несут исламский, умеренный ислам с собой, но все-таки исламизм какой-то, да, и вот светский национализм. Во всяком случае, не даст соврать мне мой друг Али Аль-Ахмад, поскольку я являюсь участником переговоров в Женеве по Сирии, вот в субботу улетаю туда на шестой раунд, я могу вам сказать, это не секрет, что наши друзья, представляющие сирийское правительство на этих переговорах с оппозицией, они подчеркивают, что обсуждая проект новой конституции или исправления старой, подчеркивают, что Сирия должна быть секулярным, светским государством, вот, но это вызывает неприятие со стороны многих других групп, тем более, что на Ближнем Востоке вообще государств, которые объявляют себя светскими, их не так много, если не сказать, что совсем мало, все-таки ислам везде является государственной религией, религией, которая черпает идеи для конституционной идеи из шариата. Исключением, как ни парадоксально, является Турция, которая по конституции, по закону является светским государством. И вот разобраться во всех этих нужно, конечно, изучая, немножко мне еще осталось, я не буду долго говорить, это, конечно, надо видеть и проблемы, которые сегодня связаны с межэтническими, межконфессиональными отношениями на Ближнем Востоке, которые, конечно, оказывают воздействие на всех нас и на Россию в целом, и особенно, конечно, сказываются на тех процессах, которые сегодня идут, в том числе о миграциях. Андрей Георгиевич говорил о необходимости изучать Центральную Азию, чем он занимается. Ну, понятно, что сегодня, когда руководители нашего государства говорят о том, что мы без мигрантов не выживем, то совершенно очевидно, что мигрантов будет больше, будет больше людей приезжать, они нам очень много дают, и тоже надо это приветствовать, но надо понимать, что нужно исключать те проблемы, которые есть. Я просто в порядке образца скажу, что совершенно неожиданная проблема возникла сегодня, не просто там, как раньше говорили, вот наши правоохранители там радикалов, так сказать, отлавливают, а вдруг неожиданно в Москве во всяком случае появились такие страшные драки между представителями различных этнических групп из Центральной Азии. Ну, прежде всего, таджики, узбеки, киргизы. Почему, непонятно. В одном из случаев один рабочий, который там работал, я уже забыл, где, на какой-то стройке, он стал рассказывать коллегам о той диссертации, которую он защитил на степень кандидат филологических наук себя на родине по Фердоуси, по имени Шахнаме. А другому товарищу это не понравилось, и возникла драка с использованием арматуры металлической. Ну, вот, наверное, здесь как раз такие мощные силы, которые представляет Амир Хазрат, мне кажется, только они могут с этим справиться, конечно, гораздо лучше, чем силовики, которые должны действовать очень аккуратно, я считаю. Просто там, ну, у кого-то вышли, другие приедут. А почему это происходит? Я даже не всегда, честно говоря, понимаю, хотя догадки некоторые есть. Короче говоря, для того, чтобы закончить, я хочу перепрыгнуть к выводам, которые я делаю в своей статье, которые вы можете прочитать скоро. И говорю о некоторых выводах, которые говорят о шансах арабского национализма, в том числе панарабского, на выживание. Во-первых, первое, коротко, это то, что слухи о его смерти, как говорится, они сильно преувеличены. Сегодня есть оживление каких-то вот таких вот идей, тем более связанных с противостоянием между арабским миром с одной стороны и Турцией и Ираном. Ну, Израиль, само собой, тут даже и говорить не надо. С другой, с другой. И совершенно верно, что есть объединяющие, несмотря на то, что, конечно, говорить о едином арабском государстве сегодня уже нельзя, но какие-то факторы, которые объединяют арабов. Это единый литературный язык и общий культурный рынок, финансовый рынок, передвижение людей и так далее. И я думаю, что здесь есть на чем поразмыслить, тем более, что мы, наверное, будем сталкиваться и, повторяюсь, более широкой миграцией, а не только миграцией из Центральной Азии, когда ее ресурсы будут исчерпаны. Это произойдет довольно скоро. Даже уже некоторые мои коллеги говорят о том, что надо уже заранее думать о том, что будет, если у нас будут филиппинские товарищи работать, у вас здесь с Казанем больших количествах, или из Бангладеш приедут. Бангладеш, я был, беседовал с премьер-министром Шейх Хасиной, они уже думают о том, как, ребят, давайте зовите, сейчас пошлю, ну там, миллион-два всегда подкинем. Из двухсот. Да, конечно. Это полторы России, Бангладеш. Работать надо. Затем неверно говорить о том, что национализм сменяется, исламизм, это уже не так. Хотя есть идея исламского национализма. Но панарабский проект, конечно, потерял свою привлекательность, но еще посмотрим. Ну, затем интересно, что это то, что Турция сегодня фактически копирует матрицу панарабского призыва баасистов. Турция все больше и больше говорит о тюркской солидарности. Ну, вы знаете, в созданном совете тюркских государств, или турецкоязычных, они фактически как бы украшены, украли у арабов идею панарабизма, перенесли ее сюда. Я не говорю ни о ком пан-тюркизме, но в культурном плане, как культурный пан-тюркизм, эта идея, безусловно, есть. Безусловно, есть. Ну, и мы являемся, на мой взгляд, сегодня свидетелями конвергенции, и в этом сила национализма, конвергенции двух политических проектов. Они как раз идут в какой-то мере из опыта Сирии, на мой взгляд, устойчивости сирийского государства. Это, во-первых, то, что я называю как каумизм по-арабски, да, от слова каумия, это классический светский арабский национализм, и ватанизм от слова ватания, слово ватан, отечество, это такой странно-региональный патриотизм. Вот конвергент вот этих двух проектов, которые раньше рассматривались как противостоящие друг другу, в какой-то мере сегодня господствует в этом мире, с которым мы все больше и больше должны будем строить свои отношения. В заключение хочу вам сказать, что у нас вот много журналов издают все больше и больше, и в нашем институте у нас вот там почти полтора десятка. Есть журнал, посвященный Средневековью, есть журналы, которые мы издаем на других площадках. В частности, могу пригласить участников представлять свои статьи в новый журнал интересный, который будет издан на площадке независимой структуры, посвященный развитию коммуникации, который называется «Россия и мир. Научный диалог». Вот я думаю, что эта вообще тематика, она сегодня для нас важна, как и с исламским миром, так и с другими всякими мирами, которые для нас очень важны в нашем новом позиционировании себя, как открытой миру, успешной глобальной державы. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Для меня действительно Виталий Вячеславович является человеком первопроходцем во многом, в том числе и в том, что он выступил в качестве первого в истории научного консультанта первой докторской диссертации, которая была защищена по исламской теологии. И была посвящена, мне кажется, теме джидидизма, но там, по-моему, джидидизм как от понятия уходит в названии, и там, по-моему, обновленческие движения как-то так фигурируют. Я передаю слово с огромным удовольствием автору и счастливому обладателю этой первой докторской диссертации и докторского звания, защищенного весьма успешно, первому заместителю и председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации, профессору Санкт-Петербургского госуниверситета, ректору Московского исламского института, доктору теологии Мухидину Дамиру Ваисовичу и тема его доклада «Потеря нравственности, этноизация, радикализация как потенциальные сценарии в свете глобальных, культурных и иммиграционных процессов». Благодарю, Анна Алексеевна, за предоставленное слово. От себя лично хочу еще раз поблагодарить Рамила Равиловича, конечно, ректора университета, Ильшата Равкатовича за ту возможность уже на протяжении 11 лет нас собирать в прекрасной Казани, уметь собирать людей, представляющие разные академические и религиозные структуры. И вот такая экспертная оценка, совместная работа, она действительно на пользу и нашей умме, нашей стране и для мирового сообщества. Ну, Виталий Вячеславович, как Ашейхуль Акбар обозначил такие фундаментальные вопросы уммы, я вот хотел бы углубиться в вопросы нашей российской уммы и тех процессов, которые мы наблюдаем в последние десятилетия и особенно в последние годы. Вот практически два календарных года, которые мы живем в условиях пандемии, заставляют задуматься о ее демографических социоэкономических и политических последствиях. За год, прошедшись нашей последней встречи в рамках форума «Исламо-мультикультурном мире», серьезно изменился политический ландшафт в центральной части Евразийского континента, на Южном Кавказе, но это Карабах. Я буквально вчера вернулся из Баку и имел возможность говорить с представителями и госструктур, и религиозных общественных структур, и понимать настроения, царящие в Азербайджане, и в который раз уже политические потрясения пережил Кыргызстан буквально две недели назад, а также вернулся из Кыргызстана, из Ош и Джалабад. Мы вспоминали трагические события десятилетней давности, которые потрясли эту республику. По периметру южной границы России мы видим нарастание пассионарности, политической и социальной энергии. Все это на фоне рекордов смертности и убыли населения в нашей стране. Анализируя эти процессы, мы задаемся вопросами о том, каким будет облик и внутренние принципы самоорганизации наших мусульманских общин в России уже в недалеком будущем. Признаки активизации внутренней и внешней миграции налицо. Виталий Вячеславович об этом сегодня говорил. Старожилы общин из числа коренных жителей, чьим авторитетом испокон веку поддерживались порядки в мечетях, напротив, лишены возможности активно посещать мечети из-за угрозы коронавируса. Все это приводит к распаду установившейся в нашей стране еще в имперское время системе ответственности за мусульманскую религиозную инфраструктуру. Не открою Америки, когда напомню, что вплоть до совсем недавнего по историческим меркам времени именно татары как нация выступала консолидирующим системообразующим звеном в жизни уммы Российской империи Советского Союза, поскольку основная часть инфраструктуры, будь то мечети или медресе, предприятий, книгопечатания, изданий, периодики во внутренней России контролировалась, окормлялась преимущественно татарами при некотором участии духовенства и общественно-политических деятелей из числа башкир, казахов и кавказских народов. Тысячи мечетей от Дальнего Востока и западных рубежей России строились татарами, поэтому именовались в Российской империи татарскими и располагались в одноименных же слободах. После 70-летия агрессивной атеистической политики государства одними из наиболее ассимилированных, обрусевших народах современной России оказались тоже татары. Стоит ли удивляться, что в результате активной миграции молодых, полных сил и энергии верующих из Российского Кавказа и сопредельных республик демографический состав среднестатистической мусульманской общины той или иной мечети или молельного дома кардинально сменился. Волна переселенцев Северного Кавказа вскоре сменилась волной иммигрантов из сопредельных государств Средней Азии и Закавказья. А сейчас наступил и следующий этап – ротации, этап ротации духовенства. Места имамов мечети занимают те же иммигранты, которые еще буквально вчера не имели даже российского паспорта, и тем более они не включены в локальный культурно-исторический контекст. В условиях слабости системы образующего компонента может возникнуть и возникает и напряжение, и конфликты на межэтническом, внутриконфессиональном, внутримасхабном уровнях между носителями различных локальных традиций, взглядов, идеологий и вероучений. В реальной жизни может происходить так – сплоченное землячество, того или иного этноса, оказывают давление на духовенство, настаивая на возможности проведения в мечети своей специфической обрядности, традиций и ритуалов. Увидев, к примеру, проведение суфийских молитвенных обрядов, зикров, они заявляют о своих пожеланиях, например, шииты, чтобы им также были предоставлены мечети, храмы для проведения своих традиционных праздников и обрядов. Но вслед за ними также подтягиваются представители так называемых салафитских структур, и это можно продолжить. Татары как нация веками обеспечивали универсализм общинной жизни, подводя к единому знаменателю все разноцветие духовных традиций российских мусульман. И сегодня во многом обеспечивают социокультурное единство, порой даже в ущерб собственным интересам. Я имею в виду то, что во многих мечетях мы не можем читать проповедь на татарском родном языке, дабы все понимали проповедь на русском языке, за что у нас коллеги в Казани часто и критикуют, не понимая, почему мы это вынуждены делать в татарских традиционных наших мечетях. Также культурного самоопределения и самосохранения. Мы все прекрасно понимаем, что оптика ценности, оценки тех или иных общественно-политических процессов из Москвы, Уфы, Дербента, Казани, Бахчисарая может разительно отличаться. Анализируя ситуацию с позицией общероссийских мусульманских интересов, мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации понимаем опасность возведения в ранг единственно возможной доктрины, различные локальные традиции или привнесенные изне традиции. Даже скажу более. Возведение какой-либо идеи, взгляда в разряд самой доктрины, превращение ее в догму, что-то перевод в разряд сакрального, священного. Ибо это дает исламофобам, определенным политикам или враждебно настроенным людям инструменты преследовать и дискредитировать все другие традиции. Сегодня начали не без помощи заинтересованных из среды самих же мусульман с от них, завтра придут и за другими. Поэтому то, что является безусловно приемлемой и необходимой частью традиции в одном регионе, в соседнем регионе может быть воспринято как нечто возмутительное. Мы на примере Москвы это часто видим в своих московских мечетях. Антиисламское несколько лет назад две соседствующие в российском Северном Кавказе республики заняли диаметральную позицию по отношению к фильму известного, скажу, великого иранского режиссера о пророке Мухаммаде, мир ему. В одном регионе киноленту помпезно презентовали, помните Дагестан. В другом соседнем, Чечня, отвергали из-за имеющейся шиитской трактовки событий жизни посланника Аллаха. Антишиитские высказывания буквально несколько дней назад звучали и из уст высшего татарстанского духовенства. Также мы помним с вами суфизм, когда определенные политики на всех уровнях пытались сказать, что суфизм это мирная форма существования, а другие политологи и высломоведы, в частности Алексей Селыч Малашенко, все время культурно напоминал, не забывайте, под чьими знаменами, под какими знаменами воевал имам Шамиль на Северном Кавказе. Это применительно к суфизму, к суфистской традиции. Мы понимаем, что в современных реалиях тот самый универсальный золотой стандарт управления общинами и религиозной инфраструктурой, выработанный Оренбургским и Магометанским духовным собранием и его татарским духовенством, с определенной точки зрения, вероятно, даже вредит татарам как этнической общности. В единых многонациональных локальных общинах удельный вес татарского компонента оказывается настолько мал, что религиозная жизнь не играет роли фундамента национального самосознания и национальной жизни. Так татарам, а татарам, приходящим в мечеть и мыслящим себя наследниками предыдущих поколений, основавших общины, воспитавших духовенство, построивших мечети и медресе, напечатавших учебную богословскую литературу, им хочется услышать в мечети живую татарскую речь, проповедь на родном языке национальный дух. Ну, наверное, самая последняя точка, когда наши имамы после проповеди на русском языке должны сломать себя и сделать дуа не на родном татарском языке, где уже все фразы, уже все выработано, весь словарь, как говорится, инструментарий отработан, а надо сходу придумать, коверкать, как это выразить, обращение к Богу, исходящее от сердца на чистом прекрасном русском языке. Звучит очень смешно порой. Об этом задумался еще покойный Валиула Якубов, когда писал о будущем исламских общин в этноконфессиональных общинах – татарской, чеченской, даргинской и так далее. Не исключено, что в ближайшие годы мы и увидим частичную реализацию такого сюжета. Причина тому – жесточайший дефицит культовой инфраструктуры официально действующих мечетей. Даже антииммигрантские, просуфийские, гипертадиционалистические, монархические, черносотинские настроения отдельной части мусульманского духовенства не гарантируют их носителям благосклонность лиц, принимающих решения по поводу строительства новых мечетей. Мы на примере Москвы с ее «альтернативными» в кавычках муфтиями. Муфтиями тоже можно в кавычки взять. Это видим воочию уже на протяжении 10 лет. А давление снизу от массы верующих очевидным образом нарастает и будет только нарастать. И тут наиболее вероятным вариантом видится появление этнически ориентированных небольших молелин, духовенство которых будет целиком зависеть от лидеров своей диаспоры, нежели муфтиев. Но чтобы никто не пугался, что вот Мухединов предлагает такие гетаизацию по этническому принципу создания мечетей. На самом деле это в России есть. Мы прекрасно видим, как, например, Дум Дагестана во многих российских городах строит подобные молельные комнаты, которые ориентируются на аварцев, ориентируются на определенный тарикат с распространением определенной идеологии. Потом велосипед я здесь не изобрел, Америку не открыл. Каким бы фантастическим ни казался сегодня такой сценарий, но и повторение европейского опыта у нас не следует исключать. И вот завершая, будем надеяться, что этот клубок нерешаемых или слабо решаемых годами проблем может быть распутан. Не буду называть ответственных, кто должны и в администрации президента, и в других органах помогать нам решать эти вопросы. И все-таки пандемия и ее последствия, думаю, что будут способствовать нашему общему выздоровлению, очищению и осмыслению происходящего во имя устойчивого, светлого будущего мира. Спасибо огромное за такое весьма эмоциональное. Я бы сказала, для меня очень любопытное выступление. Вы знаете, в частности, по поводу именно малейлин, которые были этнически именно ориентированы, я вот не слышала. Именно по поводу определенных, скажем так, направлений или тариката некого, об этом я наслышана, конечно. А вот именно по поводу этнических, вот это интересная тема, я думаю, это станет продолжением в том числе нашей дискуссии непосредственно на секциях. Для меня сегодня действительно особая честь. Я вот каждого человека представляю как первопроходца, как пионера. И когда речь зашла Ирине Викторовне Стародубковской в Дагестане, мне сказали, ну как же, это один из лучших специалистов по Северному Кавказу и по традиционному исламу. Я говорю, ну вроде бы же она экономист. Так вот, оказывается, действительно очень важно, очень важно в современной вообще повестке и научной, да и практической иметь знания совершенно в разных областях и на их пересечении. И вот Ирина Викторовна, как оказалось, является человеком, который воплощает этот завет. Я передаю слово руководителю научного направления политической экономии и региональное развитие, института экономической политики имени Гайдара, кандидату экономических наук Ирине Викторовне Стародубровской, ее доклад «Миграция и угроза радикализации в современном мире». Спасибо большое. Уважаемые коллеги, очень приятно видеть здесь сегодня всех наконец-то живьем. Это вообще в наше время большое счастье. Спасибо большое за приглашение. Ну, на самом деле, экономика это уже скорее в моей прошлой жизни было. Сейчас я буду выступать как социолог. И я бы хотела сказать о том, что то, что миграция связана с определенными угрозами безопасности, радикализация – это общее место, об этом говорят все. А вот о чем говорят и думают гораздо меньше, так это о том, что в данной сфере довольно сложно разделить реальные угрозы радикализации и иллюзорные. И связано это, с моей точки зрения, с так называемой проблемой чужака. Вообще вот в теориях урбанизации выделяют два типа чужаков. Это биографический чужак, то есть человек, которого мы, может быть, лично не знаем, там, как его зовут, где он живет, но он похож на нас. И мы, собственно, не чувствуем с его стороны особой угрозы, потому что, ну, мы примерно можем просчитать, как он будет действовать, что он будет делать. И в этом смысле он для нас не представляет опасности. А есть культурный чужак. Человек, который для нас не читаем, не просчитываем, про которого мы не очень понимаем, что от него ждать, и поэтому он воспринимается как угроза, что называется, по определению. И вот на самом деле, поскольку современная миграция связана в первую очередь с активизацией проблемой культурного чужака, то надо сказать, что при обсуждении проблем, в том числе и радикализации, вот этот вот аспект, он очень сильно сбивает оптику. Я вот просто хочу привести пример, который на меня произвел просто шоковое впечатление. У меня есть знакомый французский профессор, ну, такой вот очень интеллигентный настоящий французский профессор. Вот после той трагедии, которая была в Париже вот с учителем, он мне написал, Ирина, вы знаете, вот я почти ничего не знаю про чеченцев, вы, наверное, знаете больше. Скажите, пожалуйста, почему у них есть обыкновение отрезать людям головы? И у меня был абсолютный шок, потому что это не националист какой-то там, так сказать, крайний, это совершенно интеллигентный человек. Но вот эта вот проблема чужака, она сбивает оптику очень сильно. И возникает ощущение, что очень во многом те политики, которые сейчас проводятся и разрабатываются, реализуются в отношении мигрантов, они очень часто отражают вот именно подобные настроения. Не столько серьезный анализ того, что реально можно сделать для снижения угроз, сколько такой больше эмоциональный посыл, эти люди непонятны, некомфортны, что с ними надо делать, но в первую очередь их надо обтесать так, чтобы они, значит, были как мы. И, собственно, вот скорее, как мне кажется, именно из этого, чем из какого-то серьезного анализа появилось еще больше десяти лет назад, появились идеи так называемого мускулистого либерализма, когда руководители европейских стран стали исходить из того, что необходимо бороться не просто с какой-то угрозой насилия, необходимо бороться с различием ценностей. И тем самым проблема – это не столько вот какой-то узкий круг людей, от которых реально можно ожидать, что они там возьмут автомат или нож или там начнут давить кого-то на улицах, а, собственно, гораздо более широкая масса людей, которые просто придерживаются некоторых других представлений о жизни. Причем надо сказать, что риски вот подобных других ценностей, они, с моей точки зрения, тоже не совсем адекватно оценивались. Но вот история, которая во многом спровоцировала новое французское законодательство, я думаю, что про него практически все слышали, где, в общем, предполагается достаточно жестко требовать от французских мусульман соблюдения так называемых ценностей республики. Заметьте, не либеральных, не демократических ценностей республики. Одной из причин, одним из таких вот серьезных факторов, которые это спровоцировали, были результаты социологического опроса, которые показали, что, по-моему, четверть французских мусульман считают, что законы шариата выше светских законов. И вот, значит, тем самым нужно срочно предпринимать какие-то меры. Ну, я прочитала, так сказать, эту информацию и стала вспоминать. Мы в своих опросах на Северном Кавказе тоже включали подобные вопросы, тоже получали достаточно высокие проценты. А дальше мы включали вопрос о том, считаете ли вы необходимым выполнять светское законодательство, даже если вы с ним не согласны. Вообще, законы, как бы, той страны, где вы живете. И выясняется, что, собственно, совокупность тех, кто считает законы шариата первостепенными и тех, кто считает, что все равно надо выполнять законы той страны, где ты живешь, очень сильно пересекаются. Почему? Я стала пытаться разбираться. Ну, вот один из вариантов, которые мне объяснили, это то, что когда человек приезжает в какую-то страну, он как бы заключает тем самым с ней договор, а договор предполагает выполнение законов соответствующей страны, и это соответствует позиции шариата. Наверное, есть какие-то другие объяснения. Мне приходилось, я, если будет время, немножко подробнее дальше об этом скажу, проводить исследования мигрантов в одной из европейских стран, причем людей, ну, в общем, уехавших именно потому, что им казалось, что религиозное законодательство в России чересчур жесткое, достаточно радикально настроенных людей. То же самое. Вы считаете, что законы шариата первостепенно выше? Да, конечно. А как тогда с законами этой страны? Мы, в общем, особых отличий не видим. А у нас этой проблемы вообще нет. Ну, да, вот есть проблема со страховкой. И там вот кто-то как-то ее решает, потому что страховка запрещена. Ну, а так в другом мы вообще этих проблем не видим. То есть на самом деле то, что французским руководством было воспринято скорее всего, как то, что вот люди хотят там рубить руки или забивать камнями, на самом деле означало достаточно большой части, скорее всего, опять же, совершенно другие вещи. Но вот чтобы вырабатывать политику на основе вот такого вот анализа, его надо проводить. И надо сказать, что, к сожалению, вот подобного анализа проводится очень мало. Я, в общем, больше десяти лет стараюсь изучать различные исламские сообщества, в первую очередь на Северном Кавказе, но не только, и сообщества, скажем так, разной степени радикальности. И, собственно, вот на основе своих исследований какие выводы я могла бы на эту тему сделать? Ну, вот я бы сказала, что у меня было три исследования, связанных с миграцией. Первое, это миграция в Махачкалу, очень массовая миграция из сельских регионов, в первую очередь горных. Второе, это миграция северокавказских мусульман в Астрахань. И третье, вот то, что я уже упоминала, это, собственно, исследование достаточно радикального сообщества мусульман в одной из европейских стран. Что на это... Да, может показаться, что это все достаточно такие узкие локальные исследования. Но надо сказать, что здесь же играет роль культурная дистанция. А во всех трех случаях культурная дистанция достаточно высока. И это, собственно, делает их, во всяком случае, важными для понимания ситуации в целом. Что можно сказать? Первое, действительно ли миграция порождает угрозы радикализации? Да, действительно, в определенной мере миграция порождает угрозы радикализации. И связано это с несколькими моментами. Ну, во-первых, человек попадает в новую среду, норм и правил существования которых он не понимает. Даже если он их понимает, они часто для него чересчур расплывчаты после более культурно жесткого традиционного общества. Ему нужна жесткая система правил. Такая вот, где бы ему все четко расписали, иначе он чувствует себя потерянным. Момент первый. Момент второй. Собственно, уже особенно второе поколение мигрантов – это люди, которые живут в совершенно другой среде, чем предыдущие поколения. И в общем опыт предыдущих поколений для них во многом обесценивается. Но в рамках традиционной культуры, собственно, авторитет старшего непоколебим. Нужна легитимация вот этого вот межпоколенческого конфликта. Если родители неправильные мусульмане, и, соответственно, это религиозный вопрос, и можно освободиться от их влияния и искать самим какие-то новые ценности, смыслы, пути вот в этом новом окружении. Ну вот теперь представьте себе, насколько призыв исповедовать традиционный ислам для этих людей, которые, собственно, ищут способы разрыва с культурой отцов, насколько он для них будет привлекателен. Ну вот просто вот если смотреть на ситуацию, как она реально складывается. Ну и, наконец, это запрос на легитимацию протеста, потому что, в общем, эти люди во многом себя чувствуют исключенными, во многом чувствуют, что у них нет способов продвижения, и вот это общество, оно для них не создает комфортных условий для реализации каких-то своих целей, значит, вот альтернативное общество, в котором вот все будет хорошо. Второй момент. Те меры, которые сейчас предпринимаются вот по достаточно жесткому, буквально там по принципу «не можешь, научим, не хочешь, заставим» вот этих вот новых ценностей. Могут они каким-то образом помочь решить эту проблему? Ну, на самом деле, с моей точки зрения, это не поможет решить эту проблему никак, поскольку, собственно, между людьми ставится альтернатива либо сохранения идентичности, либо потери идентичности и возможности продвижения в обществе. Очевидно, что такая альтернатива еще сильнее усиливает ощущение исключенности, еще сильнее усиливает протест, еще сильнее усиливает стимулы к радикализации. Мы достигаем противоположного. Можно ли каким-то образом решить эту проблему? Я... Сколько у меня времени еще? Есть еще какое-то время? Я буквально несколько слов скажу про опыт совершенно потрясающего города, который называется Астрахань. Город, где, по идее, вот по всем условиям, конфликты должны быть очень серьезные, потому что туда переезжали в первую очередь жители трех безумно консервативных аулов Дагестана, ну просто вот предельно консервативных. Культурная дистанция, соответственно, была очень серьезная. Они там, собственно, селились во многом в анклаве, в центре города такой вот дагестанский анклав. Тем не менее мы видим, что если первое поколение мигрантов вызывало какие-то серьезные проблемы и конфликты, то со следующим, вторым и третьим, которые, собственно, обычно и бывают самым конфликтным, никаких проблем не видно. Очень интересно, почему. Значит, ну вот когда мы исследовали этот анклав, ну что делаешь первое? Идешь в школу. И ожидаешь, что это школа, ну что такое школа в мигрантском анклаве? Ну какая-то такая там совершенно не дающая толком образование. В общем, в мигрантском анклаве один из самых престижных лицев города Астрахани. Момент первый. Момент второй. Мы общались с молодежью вот из этой, одной из этих вот самых консервативных аулов Дагестана. Они очень четко рефлексируют, что они движутся, значит, из вот такого религиозного горного общества в общество светское. И как вам, ребята, общество светское? Все хорошо со светским обществом, оно дает образование. И дальше они очень четко объясняют, что, во-первых, у них здесь есть возможность получить образование, и, во-вторых, это образование, собственно, дает им то, что им в жизни нужно. Вот им нужно заработать, содержать семью. Родители могли это делать методом проба ошибок без образования. В нашем поколении это уже невозможно. Мы получаем образование, это дает нам те возможности продвижения, которые нам нужны. Нет основы для радикализма. И третья история, которую я очень кратко хотела рассказать. Собственно, одна из центральных идей современных подходов в борьбе с радикализацией, это то, что опасно даже не столько насильственные действия, сколько некий изоляционизм, создание параллельного общества, которое живет по другим ценностям, и которое порождает весь негатив, связанный с мигрантами. Ну вот я была в этом самом параллельном обществе, поскольку я была в школе, в той стране, в которой я проводила исследования, в общем, очень либеральное в этом смысле законодательство, и я была в школе, которую организовали достаточно радикальные мусульмане. Есть ли проблема изоляции? И да, и нет. С одной стороны, да, действительно, достаточно многие родители говорили мне, что вот их не устраивает контакты детей с окружающими, потому что там дети ругаются матом, дети там что-то не то смотрят, не то, так сказать, пропагандируют, и, соответственно, лучше детей по максимуму отделить. При этом кто-то говорил, что его это не волнует, потому что да, вот дочь должна знать, что кто-то ругается матом, кто-то не ругается матом, и то, что она это в какой-то момент узнает все равно, вот услышит, пусть услышит. Тем не менее, некий настрой на такую вот автономию, изоляцию, он есть. Но два момента. Во-первых, в школе работают не только мусульмане. Гимнастику для девочек преподает барышня-неформалка, с пирсингом и, значит, соответствующей одежде, которая, когда я спросила, а как это, ну, говорит, ну что, они все равно живут в этом обществе, они все равно видят. Девушка школы очень довольна, я с ней разговаривала лично, ее там все устраивает, она говорит, что дети вполне адаптированы. И второй самый принципиальный момент. Практически все хотят, чтобы дети получали высшее образование. Поэтому очевидно, что вот этот вот барьер, даже если он есть, он на следующем такте ломается, потому что дети пойдут в вузы. И мы снова видим, что образование, его возможности получения, его возможности как базы для вертикального лифта является тем центральным моментом, который ломает стимулы крадикализации, который ломает возможности изоляционизма. Вот здесь, мне кажется, вот ровно то место, где потеряли и где надо искать, а не под фонарем, как, к сожалению, очень часто ищут сейчас. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Ирина Викторовна, за такое живое и, мне кажется, очень-очень практически ориентированное выступление. Потому что, я думаю, многие просто за вами какие-то вещи для себя конспектировали, делали пометки, потому что, как иногда важно не просто говорить о образовании, о его роли, формировании личности и так далее, а просто привести конкретные примеры, к чему это может привести и к каким последствиям. И я особенно благодарна Василию Александровичу за то, что он роль модератора-регламентера выполнял. Спасибо огромное. И, Василию Александровичу, благодарна за это. Я хочу передать вам слово, я хочу передать слово руководителю Центру арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Василию Александровичу Кузнецову, который, наверное, для большинства из нас не нуждается в дополнительном представлении. Но мне хотелось бы просто сказать, что попытка объяснить мир, а именно этой целью Василий Александрович попытается задаться сейчас, на самом деле очень актуальна для нас всех, и в том числе именно для этого конкретного мероприятия. Итак, выступление «Объяснить мир. Арабские общества в поисках ответов на угрозу современности». Анна Алексеевна, спасибо большое. Я не могу взяться за то, чтобы объяснить мир за 15 минут. Ну, в принципе, это надо делать либо гораздо быстрее, и тогда у меня остается лишнее время, либо гораздо дольше. Но я попробую сейчас поиграть в свою любимую игру и услышав очень интересные, действительно очень глубокие выступления уважаемых коллег, Виталия Вячеславовича, Дамира Ваисовича, Ирины Викторовны, услышав, я теперь попытаюсь поиграть в свою любимую игру, связанную с релятивизмом, и сказать, что в общем все это, конечно, очень интересно, но как посмотреть? Потому что, когда мы придумывали, вот с Ромиром Равиловичем, когда мы встречались, придумывали форумы, придумывали тему, то идея-то вообще была про то, что вот давайте, наконец, поговорим про какие-то такие вот социально-экономические, социальные корни каких-то, в том числе религиозных проблем, какие-то найдем новые соединения. Мы взяли красивое словосочетание человеческий капитал, как человек, который имел плохую оценку по экономике, я не до конца понимал, что это такое, но в общем, мне казалось, что так. Ну, звучит хорошо, в общем, фонетически. Ну, миграция и безопасность всегда с нами. А сейчас вот я пришел, я услышал три очень интересных доклада, и при том, что пленарное заседание по своему жанру – это всегда некая, как бы сказать, импровизация на заданную тему со стороны докладчиков на любой конференции. Но, конечно, мы видим, здесь есть тенденция ухода, в общем, экономических частей, поставленной проблематикой, в сторону проблем идентичности, в сторону проблем идеологии. И это ведь звучало у всех троих. Я не занимаюсь российским исламом практически, я занимаюсь Ближневостоком и Северной Африкой. И когда я стал думать насчет темы миграции, безопасности человеческих капиталов относительно этого региона, я подумал о том, что на самом деле при всем внешней объективности этих понятий, проблем, которые здесь выделены, конечно, отношения к ним… Понятно, что проблемы, они, в общем, центральные и для исламского мира, и для Ближнего Востока, это, ну, даже объяснить нечего. Но отношения к ним, конечно, определяются тем, как воспринимается вообще тот социально-политическую реальность, в которой мы живем, тот процесс, в котором мы живем. И, на мой взгляд, она понимается по-разному. И можно выделить несколько таких ключевых, я люблю это слово, нарративов, несколько ключевых нарративов, которые, в рамках которых, проблемы миграции, безопасности, человеческих капиталов, они по-разному интерпретируются. Я сейчас буду говорить только о трех из этих нарративах, хотя, на самом деле, их больше я не буду говорить об исламистском группе нарративов, связанном с политическим исламом, и о племенных. Но поскольку сами эти три проблемы, особенно про человеческий капитал, она, в общем, подчеркнута из вокабуляра западной политэкономии, западной науки, то я остановлюсь на трех таких модернизированных нарративах, мне кажется, которые играют ключевую роль в такой общественно-политической реальности Ближнего Востока, это либеральный, это левый, и это то, что можно назвать консервативным или охранительным. Вот либеральный нарратив, ну, собственно, большинство рассказов, скажем, про арабскую весну, они написаны в либеральном духе. Рассказов не в смысле художественного произведения, а в смысле... Вот там Мухаммад Буазизи, поджег себя, там, потом все это началось, и ведь каждая история, которую мы слышим о том, вот как начиналось там событие 2011 года у разных стран-регионов, ну, как правильно начиналось, вот подростки в городе Дара, там нарисовали граффити, тра-та-та-та-та-та-та-та. Вот, значит, в Ливии был правозащитник, адвокат, которого арест... Ну, и такие истории есть везде. И, действительно, на протяжении довольно долгого времени этот нарратив, либеральный нарратив, он преобладал, мы это видим в арабской, там, граффити, музыке и так далее, и так далее. И, в общем, это рассказ, конечно, всегда о примате частного над общим, это всегда рассказ о трагедии человека, который борется с непобедимой и жестокой бездушной системой. Этот нарратив всегда романтичен, в нем мир всегда рассечен на добро, зло, и в нем всегда возможен некий триумф, кратковременный триумф вот этого человеческого, человеческого духа над вот этой бездушной машиной. В этом нарративе текст всегда строится метафорически, метафорически не только на уровне языка, но и на уровне смыслов, потому что арабские революции похожи на те революции, которые были там во Франции или в России, все люди похожи друг на друга, сходны друг с другом, и значит, они обладают едиными правами, свободами, т.д. Это метафора, это метафорическое объяснение мира. И в этом нарративе безопасность она не является существенной категорией. Существенной категорией в ней является человеческий капитал, естественно, существенными категориями, вот из этих трех, я про эти три категории говорю, до какой-то степени существенной категорией является миграция, но именно с точки зрения сочувствия вот этому мигранту, который вынужден бежать от жестокого мира в поисках какой-то, либо свободы и какого-то лучшего будущего Европы, или тогда это трагический извод в поисках какого-то там рая, гури и так далее, не на запад, а в какие-то другие регионы. Но проблема здесь в том, что подобное объяснение реальности, во-первых, оно не позволяет решать вопросы безопасности, которые существуют объективно, во-вторых, оно, если мы посмотрим на арабский мир, это же удивительная вещь. Я бы сказал, что, ну, субъективно, 90% арабских интеллектуалов, они либералы по духу. Ну, они согласны с этим. Нельзя найти ни одной либеральной политической партии в арабском мире, которая была бы успешна. На уровне государственной политики, на уровне государственной идеологии мы не найдем этого. Этого нет. И такая интерпретация не читается, и она, соответственно, не реализуется. Второй нарратив, это нарратив левый, я очень много... Нет, не нормально. Второй нарратив, это нарратив левый, который... Это другой рассказ, который тоже всегда был. Это рассказ о справедливости. И в центре его, конечно, находится уже не индивидуум, а социальная группа, там, класс, сообщество. и лично здесь интересно настолько, насколько оно это сообщество представляет. И поскольку в левом нарративе, ну, поскольку мы все выходцы из Шинели Гоголя, то мы... Это понятны его особенности. И здесь есть объективный исторический процесс. Можно быть всегда на правильной или неправильной стороне истории, надо быть на правильной стороне, поскольку, значит, процесс исторический и телеологически задан, то герой, соответственно, у нас идеальный, стиль всегда очень серьезный. И вот можно... Он очень виден, этот нарратив. Вот, например, есть такая партия в Сирии «Народная воля», сирийская оппозиция, которую возглавляет Кадри Джамиль, лидер московской платформы сирийской оппозиции. Он опубликовал работу, очень интересную книгу сирийских «Сирийский кризис истоки и перспективы». Она вышла на русском и на арабском в Москве. Я бы сказал, это любопытный очень текст. Всем советую, кто интересуется. Вот здесь очень видно, смотрите, рассказывая о сирийском кризисе, доктор Кадри Джамиль, в книге, по-моему, ни разу не упоминается имя президента Сирии. В Сирии в книге не упоминается, вот то, о чем я говорил, что важно очень для либералов, рассказ про подростков Дара. По-моему, это даже не упоминается, насколько я говорю. Не потому, что доктор Кадри Джамиль там что-то хочет или не хочет, что-то не хочет, у них какой-то политический поиск. Но потому, что в его логике это не принципиальные вещи. Потому, что трагедия или то, что произошло с этими подростками, это не принципиально значимо. Потому, что существуют глубокие исторические источники кризиса, связанные с 58-м годом, связанные там с тем, что после этого происходила серия, связанные с войной там капитала, трудовыми ресурсами и так далее, и так далее, и так далее. И в результате, конечно, все будет хорошо. И, конечно, в этой истории существует, как в любом львом нарративе, существует некая идеализация народа. И обратите внимание, что если левые партии так или иначе в арабском мире, в отличие от либерарных, то они везде есть у нас. Ну, какую страну не посмотрю, везде какие-то леваки там существуют. Но, как правило, они всегда более, в большинстве случаев, они более или менее маргинальны. Они занимают мало места в парламентах и так далее. Но элементы этого нарратива и логика левая, она выходит за пределы левизны. Она выходит за пределы только этого спектра. Потому что, на самом деле, эта логика, она была воспринята и, выходя уже за пределы арабского мира и нашими западными некоторыми коллегами, которые говорили, например, Асад находится на неправильной, или Россия находится на неправильной стороне истории. А потом Мария Хадынская-Голинища опубликала книгу, которая называлась, по-моему, «На правильной стороне истории». Вообще, эта логика рассуждения на правильной стороне истории, неправильной стороне истории, это изначально логика левых. Потому что вот это телеологично задумано, что обязательно будет коммунизм, или обязательно будет демократия, или обязательно еще что-нибудь будет, что-то хорошее. И идеализация народа, который ашав юрид и скатан низам и тому подобное, которая тоже пропитывает арабский общественный дискурс в последние годы, это тоже логика. Проблема, возвращаясь опять к этим трех понятиям, про которые мы говорили, конечно, важнейшим элементом здесь становится безопасность. Понятно, что безопасность в левой логике понимает, как защита некого порядка и упорядоченного мира от хаоса. И любая революция нужна только для того, чтобы снова установить некий порядок. И тогда снова все будет хорошо. Это защита группы. И третий нарратив, про который я должен упомянуть, это консервативный нарратив. Тоже тут связано со словом хаос, конечно, это нарратив о стабильности, которая нарушена хаосом. На самом деле, если честно, все, кто смотрит российское федеральное телевидение, они прекрасно этот нарратив знают про то, как враги придумали все и все испортили. И судя по тем сообщениям, которые были в открытой печати по Ассамблее Совета по внешнеоборонной политике, у нас сейчас концепция осажденной крепости, она воспринимается чуть ли не как ну там по чатам хаос Росболла, поэтому я не знаю, кто это говорил, но она воспринимается как какая-то такая замечательная видимо концепция. В общем, это как раз такой консервативный нарратив. ты осажденная крепость, ты единственный оплот истины и добра и справедливости, вокруг тебя мир лжи, хаос и лицемерия. И самое главное обвинение, на самом деле, которое мы видим и на Ближнем Востоке, мы это видим и в дискурсе президента Ассиси, например, и в дискурсе президента Табуна. Президент Табуна спрашивает, а скажите, был заговор против Алжира? Против Алжира всегда были заговоры, много заговоров было. Это представление о том, что против тебя всегда ведется подрывная работа. Это, в общем, такое, конечно, ироническое восприятие действительности, когда ты сам себя иронично не восприятиешь, а других восприятиешь очень иронично. И здесь, конечно, уже не до человеческого капитала, а только до безопасности и до миграции, потому что миграция – это угроза, а надо как-то защищаться. И, конечно, проблема появляется в том, я сейчас про Ближний Восток, чтобы ни у кого не было неправильных аллюзий, проблема появляется тогда, когда тебе надо со всеми тремя этими вещами разбираться. Ну, потому что нельзя отставить осажденную крепость, занимаясь человеческим капиталом. Нельзя решать проблемы безопасности эффективно, если ты занимаешься только вопросами повышения качества человеческого капитала, и на миграцию смотришь, соответственно, как на инструмент этого улучшения человеческого капитала. И я думаю, что для Ближнего Востока, и не только, конечно, для Ближнего Востока, но проблема нахождения каких-то балансов и проблема конвергенции вот этих разных моделей объяснения реальности, она в ближайшие годы будет основной, потому что решать надо все три группы проблем, и значит, надо придумывать, как их решать, и находить такой нарратив, который позволит с этим работать. Спасибо. Я хотела бы обратиться буквально на, надеюсь на ней долго, и постараюсь не очень злоупотреблять вашим временем, конечно, я разогналась часа на два, надеюсь, что я смогу, обрывая всех докладчиков, сэкономить время для себя, но тем не менее, все были достаточно интересны, и поэтому, а у меня почему-то не переключаются слайды, только вручную, ну и именно поэтому мне придется максимально сократить свое выступление, я задалась вот каким вопросом, Василий Александрович здесь сегодня сказал о том, что ему нравится все подвергать сомнению и задавать вопросы даже тем представлениям, которые являются устоявшимися, а для меня вопросом является следующее, я являюсь советником группы стратегического винения Россия-Исламский мир, это большая честь для меня, но в то же время это достаточно новая структура, относительно новая структура, и чем же она занимается, и в каком формате она работает. неоднократно именно в выступлениях руководителей группы стратегического видения я столкнулась с тем, что, ну, например, заместители представителей группы стратегического видения Фарид Мабаракши достаточно часто позиционируют группу именно как инструмент общественной дипломатии. Вот неоднократно его выступления здесь приведены, в частности, его выступления во время презентации новой модели, новой стратегии работы группы стратегического видения России «Исламский мир», мы как раз видим, что именно здесь и позиционируется группа исключительно как инструмент общественной дипломатии. И мне вот так интересно показалось рассмотреть вообще, что такое общественная дипломатия с точки зрения и при рассмотрении работы группы стратегического видения. Вообще, на самом деле, конечно, общественная дипломатия, так же, как и публичная дипломатия, хотя публичная дипломатия вроде бы более устоявшейся дефиниции приобрела, но тем не менее. Общественная дипломатия по-разному трактуется, но вот одна из трактовок, которая мне кажется наиболее интересна, это Российский совет по международным делам привозит эту трактовку, то что общественная дипломатия в отличие именно от публичной дипломатии и все проекты, которые вовлечены в сферу публичной дипломатии, лишены политического контекста и реализуются именно через многосторонние форматы взаимодействия и на уровне общественных структур. Нужно сказать, что есть и другие подходы к определению, но все-таки основополагающим, в отличие публичной и общественной дипломатии, как правило, считается именно наличие или вовлечение государства в качестве заказчика по достижению целей публичной или общественной дипломатии, а именно повышение привлекательности государства и пропаганда или некое привитие некому обществу определенных ценностей и идей через информационные ресурсы, либо через, например, культурную дипломатию. Но в качестве классических примеров обычно мы приводим отличия. Вот, допустим, программы управления публичной дипломатии в НАТО, они уже явно говорят о том, что стоит за этим, и что общественные организации вряд ли вовлечены в эту работу. Но если мы говорим о гастролях, о каких-то культурных мероприятиях, здесь скорее именно классический пример непосредственно общественной дипломатии. Так вот, если мы рассматриваем именно группу стратегического видения, то к чему стоит обратиться для того, чтобы понять, в рамках какого концепта мы можем рассматривать деятельность группы. Я обратилась к энциклопедии «Британика», которая дает как раз треки и каналы реализации дипломатической деятельности. И вот, как мы видим, эти каналы, я их все перечислять не буду, они весьма красноречиво нам дают понять, какой канал через что реализуется. И вот здесь, в принципе, если мы обратимся, например, ко второму, к третьему треку, то мы увидим здесь, например, экспертные сообщества, которые в качестве канала вовлечены для реализации данного направления, либо бизнес, торговля. А опять же, если мы будем говорить о группе стратегического видения, то здесь как раз есть и то, и другое направление. И забегая немного вперед, скажу, что как раз у группы стратегического видения, например, создан экспертно-консультационный совет, такой совет гуру ученых, который как раз и, по сути дела, будет и сейчас, в настоящее время, как раз выполняет достаточно важный функционал. Чуть попозже мы об этом скажем. Если мы говорим о бизнес-мероприятиях, то, мне кажется, в данной ситуации Казань-саммит является наиболее таким ярким примером реализации данного направления. Через частных лиц, если мы можем рассматривать членов группы стратегического видения, а это общественные деятели, дипломаты, это руководители своих стран в прошлом, то в данной ситуации мы тоже можем говорить о некой гражданской дипломатии, но реализующейся через конкретных индивидуумов. И через исследования, обучения, образовательные программы. Это пятый трек. Здесь мы можем говорить о действительно особом направлении, которое ведется у группы стратегического видения с молодыми людьми. Но если говорить в целом о направлениях деятельности группы стратегического видения, нужно, конечно же, привести примеры. Но прежде чем приведу примеры буквально кратко, вдруг кто-то не слышал о группе. Группа на самом деле является последствием, я бы сказала, достаточно правильной и продуманной политики по взаимодействию с исламским миром. И задумано, я так понимаю, вообще сам концепт был задуман еще в начале 2000-х. Началось все с выступления Путина в Малайзии на саммите организации «Исламская конференция» в 2003 году, где как раз и было заявлено о необходимости присоединения России к деятельности этой организации, но через посыл, который говорил о возможности привнесения голоса российской мусульманской общественности на мировую повестку. Одним из тех, кто непосредственно поддержал Россию в тот момент, был Махатхир Махамад, который на тот момент был премьер-министром Малайзии. Но нужно сказать, что в данной ситуации мы можем рассматривать данные взаимодействия как взаимодействие, допустим, страны, которая поддерживала Россию в этом направлении, а можем рассматривать, в принципе, и на уровне личности, личности руководителей государств, которые, в принципе, заинтересованы в реализации определенной деятельности. То есть здесь, как мне кажется, именно дипломатия личности имеет совершенно особое значение. Точно так же, как я бы назвала отдельной дипломатии личности, дипломатию по поддержке вступления Российской Федерации в качестве наблюдателя в Организацию Исламского Сотрудничества со стороны Экмельдина Ахсуану Глуу. Именно этот генеральный секретарь данной организации поддержал российское вступление. Но нужно сказать, что и другие игроки на, скажем так, арене исламского мира очень большую роль сыграли именно в такой дипломатии, так называемой дипломатии второго трека, неформальной дипломатии. И вот как раз это речь идет и о короле Саудовской Аравии, речь идет и о предшествующем Экмельдину Исану Глу Абдель-Вахейду Бельказизу, генеральному секретарю ОИС. Но я, пожалуй, пропущу определенные нюансы. Кроме, наверное, пожалуй, этого, есть еще и некий аспект, который связан вообще с ролью личности как таковой и ролью дипломата. Вениамин Ильич Попов, который, по сути дела, стоял у основания этой организации, рассказывал, как именно в таком абсолютно неформальном виде осуществлялись контакты с Пакистаном, который очень протестовал на тот момент против вступления Российской Федерации в ОИС. Вы, наверное, понимаете, здесь не буду долго углубляться, связана с индийской, на самом деле, тематика этой истории. И именно наши дипломаты, пометуя о контактах с дипломатами из Пакистана, даже в отставке, в индивидуальном порядке решали этот вопрос. Здесь вот отдельно, конечно, тема, и здесь Виталий Вячеславович эту тему тоже затрагивал, это тема вообще обозначения исламского мира как такового. Но в целом, на самом деле, по поводу дефиниции исламского мира, можно отдельную, кстати, конференцию устраивать и говорить, что такое исламский мир как таковой, но все-таки отрицать того, что это некое все-таки гомогенное образование, и мы можем говорить об исламском мире как явлении, как феномене, я думаю, сейчас уже мало кто будет спорить. Но очень важным является, опять же, в тех уровнях и в тех треках дипломатии учитывать еще и вот этот трек, с одной стороны трек-2, с другой стороны и трек-3, который реализуется и через экспертное сообщество, и через группы определенные, которые создаются, общественные группы. Вот одним из главных инициаторов создания группы был, кстати, Евгений Аксенович Примаков. И вот в связи с этим я бы хотела упомянуть, что не просто так именно эта группа была инициирована Примаковым, потому что человек имел колоссальный опыт, в том числе и вот в той самой дипломатии второго трека, в общественной дипломатии, в зависимости от того уже, как мы будем подходить к дефиниции. И одно из уникальных, на самом деле, один из уникальных проектов в данном направлении, это так называемый Дартмундский диалог с Соединенными Штатами. Евгений Аксенович, будучи участником этого диалога, имел достаточно большой опыт, и именно его опыт был, мне кажется, важен, в том числе и в реализации деятельности группы стратегического видения. Итак, если мы говорим непосредственно о вовлечении экспертного сообщества, кстати, с 2014 года группу возглавляет как раз президент Татарстана, это было уже упомянуто, Руслан Нургалевич Мениханов, и он активно, кстати, привлекает именно и настаивает на привлечении именно не только государственных деятелей, но и общественных деятелей. И вот на данный момент 33 деятеля из 27 стран являются членами группы стратегического видения. И я должна сказать, что мало кто из них является исключительно только государственными деятелями. Чаще всего это общественные деятели, известные деятели культуры. И вот если мы говорим, опять же, о вопросе, что же такое, вот именно как форма выражения дипломатии группы стратегического видения, ну вот, например, доктор Ешара Якиш. В прошлом министр иностранных дел Турции сейчас педагог, преподаватель, просветитель. То есть, получается, мы здесь как раз входим в тему экспертного сообщества, то есть дипломатии третьего трека так называемого. Кроме того, в рамках форума проходят в том числе и мероприятия, которые посвящены деятельности, ну, например, религиозных деятелей. Опять же, это дипломатия, которая, по-моему, дипломатия пятого трека, вот по классификации как раз британики, то есть вовлечение именно представителей религиозных сообществ к определенной форме дипломатии, ну, назовем это в рамках российской классификации, в рамках воплощения общественной дипломатии. Есть форум журналистов, опять же, это некое экспертное сообщество, которое действует в рамках группы стратегического видения. Есть отдельно форум, опять же, если мы говорим даже отдельно о культурной дипломатии в рамках деятельности группы, есть форум интеллектуалов и культурных деятелей, деятелей культуры, который сейчас приобрел даже большие масштабы, нежели когда он был исключительно форумом, который назывался форумом, он и продолжает, кстати, называться имя Чингиза Айтматова, но сейчас это форум по диалогу, по диалогу цивилизационному, межцивилизационному диалогу, диалог культур, айтматовские чтения. Я, пожалуй, не буду слишком долго вас задерживать, а просто еще пару направлений упомяну, это работа с молодыми людьми, то есть дипломатия, кстати, четвертого трека, это вовлечение молодежных организаций и проведение мероприятий, которые связаны с будущим поколением. Вот, кстати, болгарский диалог культур является воплощением в деятельности группы именно данного конкретного направления. Я уже упомянула о экспертном совете, вот возглавляет этот экспертный совет, кстати, Виталий Числавович, и вот одна из, это тоже одно из направлений деятельности группы, это премии, одна премия как раз имени Примакова, а другая премия, именно премия, которая вручается от президента Татарстана и председателя группы стратегического видения. Издательская деятельность, это тоже, по-моему, шестого трека как раз дипломатическая деятельность. Итак, если, ну, про Казань-саммит я уже упомянула, уж извините, очень все бегло. И, конечно же, экспертно-консультативный совет, именно реализующий дипломатию, с одной стороны, так называемого, второго трека, с другой стороны, дипломатия индивидуумов, общественных деятелей, это тоже важное направление деятельности группы. Итак, возвращаясь вот к той схеме, которая была приведена, мы с вами, в принципе, можем сказать, что исключительно в рамках общественной дипломатии рассматривать деятельность группы стратегического видения возможно, но, пожалуй, это будет достаточно узко, потому что в целом можно сказать о том, что деятельность группы, она выходит за рамки исключительно только общественной дипломатии, но, в принципе, мы можем сказать, что это определенный инструмент реализации различных треков дипломатии, и в том числе, в первую очередь, именно неофициальные треки дипломатии, которые сейчас приобретают совершенно особое значение, в том числе и в решении огромного спектра вопросов и проблем международного сообщества. Спасибо огромное за внимание. Я постаралась не очень вас утомить, но замахнулась часа на два, а сейчас я без аплодисментов обойдусь. Спасибо огромное за желание мне поблагодарить. Спасибо большое, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok